Рак, перископ, майки, точка орг, заходи на страницу, не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким, контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей, ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Субтитры сделал DimaTorzok Расходимся, нас наебали. Так, 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 вы все присоединяетесь, пока... Парень с ником Алимсхан, подчеркивание 140, пишет привет от Рики Ф, сука. Да, это его целевая аудитория, походу. Помогал ему звук монтировать, что ли? Если такой злой он у меня помогал, наверное. Давайте посмотрим, что кажут по телевизору-то. Так, дела отлично. Сегодня будет концерт во Владимире, завтра будет концерт в Туле. Тула, я наебал, кстати, вас. Я говорил, что Тула поставила рекорд, на самом деле в Москве поставили рекорд по бюстгальтерам на черной магии. Потому что в Туле было их что-то типа 8, а в Москве их было что-то типа 15. Но я просто забыл об этом. Так. Привет из Одессы, да, привет. Не был, к сожалению, в Одессе. Ну, еще не вечер, с другой стороны. Так. Кстати, между прочим, настоящая весна пришла в Россию. Это очень здорово. И в Санкт-Петербурге завтра плюс 16. А я уехал. Это стопудово будет так, что я приеду, и опять будет какой-то дождь ебучий. Но не в смысле, как в Ростове говорят, что ебучий – это хорошо, а в смысле, что плохо. Так, где сосед пропадает? Сосед на другом этаже живет. Так, как относишься к тому, что тебе запретили выступать в Белгороде? Я считаю, что у них не было никаких оснований. Они это сделали просто, чтобы свою, я не знаю, в их коррумпированной жизни, чтобы была лишняя галочка, что запрещено мероприятие. Они не имели на это вообще никаких оснований. Мы концерт все равно провели. Провели его, там, не знаю, заканчивается город, там, не знаю, 200 метров области. То есть, юридически мы и не выступали в Белгороде. А на деле концерт дали, секретный. И объявили об этом только на следующий день. Вот. А людей, ну, почти, ну, не знаю, не почти всех, но половину, как минимум, удалось выцепить. Так. Топор. Когда будет концерт в Республике Коми? Это не ко мне вопрос. Так, 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 так. Давайте вместе поможем старичку освоиться с инстой. Здесь есть маски. Нет, масками я владею. Я знаю, да. Я установил снэпчат и уже в сторис записываю его в масках. Так. Это все в разных городах, в разных городах. Вы меня ждете, это круто. Это я листаю, на самом деле, листаю, листаю. Просит передавать приветы. Я к тебе на концерт собираюсь. У тебя хороший вкус, супер. Это круто, здорово. Нам, кстати, 10 всего осталось концертов до конца, включая сегодняшний день, до конца тура, космо-тура. Арсенал для атлетика. Ну, я за атлетика. Болел бы. Ну, я бы ни за кого не болел бы, но атлетика поближе все равно мне как-то, чем Арсенал. Я вообще, на самом деле, не люблю Арсенал. Так. Я всегда сдержанно веду себя на версии. Ага, да, это очень мило. Так, это я листаю, 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 листаю. Про планы, про города. Мне бы рассказали, что у вас нового. Так. По поводу автограф-сессии. Да, мы в Питере, в Москве не будем отдельно приезжать, как мы делали полгода назад, вот, и перед первым космо-туром. То есть, у нас, мы такую тему делаем обычно раз в год. То есть, мы просто приезжаем и проводим, там, Питер, Москву, бесплатную автограф-сессию для всех желающих. Не по билетам, а вообще просто. Вот. Но мы не можем два раза в год приезжать с такой темы. Хотя бы потому, что у нас просто дат нету, на самом деле. Брови охуенные. Спасибо. Брови, да. Если бы я за каждый комментарий про брови получил бы по 10 рублей, то я бы купил бы во Владимире жилой комплекс, мне кажется. Так. Когда новый альбом? Мы сейчас будем писать совместный альбом с Тони Раутом, и мы сейчас находимся на стадии продумывания концепции и на стадии отбора битов. То есть, мы биты сейчас отберем, будем уже начинать что-то писать. Но для начала хотелось бы отъехать, отъездить, вернее, космо-тур 2.0 до конца, чтобы уже ничего не отвлекало. Вот. Ну, то есть, следующий альбом, он, если все будет окей, он будет с Тони Раутом, все будет хорошо. Вот. Что это сзади тебя, как будто человек? Не про картину. Сзади меня, как будто человек. Что за трешак? Нету сзади меня человека. Так, норвежские мармеладки. Любишь ли норвежские мармеладки? Это звучит, знаете, как всякие вот эти вот темы, типа, чайный пакетик, этот, голландский штурвал, канадские, эти, норвежские мармеладки. Я не знаю, что это значит. Если ты говоришь про сладости, я вообще к мармеладу холоден. Я люблю шоколад. Так. Выиграет ли Зенит Анжи? Кстати, вы пишите мне, какой счет, потому что у меня здесь, походу, не показывает, судя по всему. Это же кубок Гагарина вроде как. Вот. А вы мне пишите, чтобы я вообще понимал, чтобы я оставался в курсе. Я просто, знаете, мне, честно, стыдно немножко, что я давно не выхожу. Надо как бы и вам тоже уделить время, с вами пообщаться. Вот, как я вижу, новостей у вас не так много, но мне собираться только через 10 минут на концерт нужно. Поэтому эти 10 минут я хотел посвятить как раз общению с вами. Так. Почему Зенит скатился по твоему запросу? Скатился. В смысле? Не понял. Не понял вопрос. Sorry. Так. Лысый, где батл? Пока еще даже соперника не определил на батл. Есть какие-то идеи по поводу соперников? Сегодня как раз говорили, пока ели с пацанами. Есть некоторые идеи, но есть ряд требований у меня к соперникам, и большинство тех, с кем я хочу батлить, они все отказались. Типа, блин, не знаю, нет. Поэтому. Что насчет клипов? Рассчитываем, ну, как минимум, один какой-нибудь крутой клип снять перед осенью. Осенью в большой тур поедем снова. У нас это два раза в год. Один раз осенью, второй раз весной. Так. Кто возьмет Лигу Чемпионов? Ну, трудно сказать. Не знаю. Мне кажется, это будет нереал. Так. Как у меня дела? Вообще хорошо сейчас, хорошо. Тук-тук-тук. Смотришь ли полицейский с рублевки? Нет, смотрю, нет. Какой шоколад? Ну, какой-нибудь. Какой есть? Горький, наверное. Я уже старый, поэтому я ем горький шоколад. А раньше... Или... Нет, нет, давай не так. Шоколад. Фацер самый крутой. Я его, правда, всегда в детстве считал как фазер. Но потом меня застебали, сказали, что он считается как фазер. Поэтому... Окей. Фазер. Желтенький, с орешками. Вообще самый топовый. Так. Чем занимаешься? Я хореограф. Я хореограф. Я танцую на Версусе. Я прихожу на Версус Баттл, показываю танцы. На эти танцы смотрят мои оппоненты, и они не могут ничего говорить. Вот чем я занимаюсь в основном. Не, не, а хрип, не. Такой всегда. Как у Высоцкого на минималках. Типа у него хриплый. Ладно, нельзя себя сравнивать с Высоцким. Это полная хуйня. Он крутой, я уебан. Так. Василий пишет Дашка какашка. Наверное, Дашка до этого была здесь. И что-то писала про Василия. Вот он, настоящий баттл. Баттл, который мы заслужили. Что там Акбар сыграет? Кто играет? Акбар сы. Ладно, решили не говорить, кто играет. Так. Да, Владимире. Да. Кто тебя покацал? Покацал? Что такое покацал? Баттл с Мироном. Гоу, вы приедете в Белгород, в Киеве. Все скучные, однообразные. Однообразные вопросы. Все уже. Тысячу раз эти темы уже обсосали, на самом деле. Так. Я, к сожалению, не владею информацией по автограф-сессиям. К сожалению. Вот. Завершающий трек «Девять лет до Плутона». Да, вот вы знаете, есть такая тема. Я там каждое определенное количество лет пишу такую песню, типа, про космонавтов. Сначала это была песня «Девять лет до Плутона», потом «Жемчужина без моря», но еще там лет, не знаю, через сколько. Через девять, наверное, на следующий трек завершающий. Что-то типа того. Ты куришь? Нет, не курю. Так, батл с реки Балагойн, спасибо. Танцуешь под биты пирожка? Так это не его биты, это биты диджея Тактикса. Он, причем, Рикьев хотел свои биты, ну, типа, своего битмейкера. Говорит, что мой битмейкер будет делать биты. Это было одно из, типа, условий. Но я сказал, что, типа, хорош, камон. И так условий слишком много. Он изначально даже ставил условия, типа, только чур, я буду стоять слева. Я говорю, что происходит? Типа, чувак. То еще у него условия этих было. Чур, условия, у него начиналось слово чур. Типа, чур, давай без реквизита будет. И мне это в какой-то момент надоело. Я говорю, слушай, хорош, мы же батлить будем с тобой. Ну, хватит уже этих условий. Там что-то ставил столько условий, иначе на батли, мол, не появлюсь. У меня было чувство, что я прохожу аттестацию в Евросоюз. Так. Был в Туркменистане? Был. Я пролетал. Я летел в Эмираты через Туркменистан. Я слышал какую-то тему. Вас там что-то недели-две назад что-то запретили. Такое вот что-то... А, открытые купальники, по-моему, запретили. Или просто купальники. Что-то такое у вас запретили. Так. Что думаешь насчет того, что Рикки сменил тонализ на батли? Ну, не знаю. Но это вообще, в принципе, я не скажу, что это не мое дело. Я просто... Я узнал об этом слишком поздно. Я узнал об этом, когда мы выступали на Маятнике Фуко. То, что его команда взяла монтировать звук. Я знаю конкретно, что за человек. Вот. И, ну, он потом просил не публиковать эту информацию. Просил еще раз потом удалить эту информацию. Ну, окей. Он там что-то наоправдывался. Ну, кто-то поверил. Там, окей. Да какая разница? В общем-то, батл прошел, и все. Давайте двигаться дальше. Все себя проявили. Кто как мог. Кую книгу посоветуешь? Ну, давай. Давай сейчас придумаем, что посоветовать. Давай я посоветую... Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Ирвин Уэллш. Преступление. На скидку просто. Да, погода-то бомба. Сфоткаться получится с тобой? Пишет Полли. Чей крово Полли. Ну, я не знаю. Наверное. Я, в общем-то, всегда не против сфоткаться. Про батл Галат и Мози. Как он тебе? А там такая тема, что он... Галат, он третий раунд выдал очень крутым. Я был на том батле. Мы в тот же день снимали, что и батл Рекиев со мной. Но мне кажется, это не ячейка. Вот. Ну, причем ячейка не такая, чтобы сделали офигенно. Ну, типа, нормальный батл, в общем-то. Мне не улучшилось. О Мози Монтане изначально. Мне она вообще, типа, не нравилась. Но она забатила, ну, типа, молодец. Для первого версуса это хорошо. Хотя я знаю, что она до этого батила на других площадках. Так, про биты. Ну, биты какие были. Там, типа... Знаете, там, типа, накидывают варианты. Мы должны выбирать. И нам приходилось выбирать те самые варианты. Там, не знаю, кидается там четыре. Из четырех, ну, самый такой нормальный. Вот. Поэтому про биты очень многие пишут на самом деле. Так, спрашивают, кто это? Подписывайтесь на страничку, вы поймете, кто я. Не знаю. Так. Почему собеседника не исполняешь на концертах? И исполняю на концертах, только не в рамках этого тура. У нас же постоянно программа меняется. Каждый раз, каждый концерт, новая программа. Ну, типа, каждый тур, я имею в виду. Так. Когда в ЧР? ЧР это что, Чеченская Республика? Или что ты имеешь в виду, ЧР? Я просто очень медленно листаю. А, вот. Это следующий вопрос от тебя. Когда в Грозный? Ну, пока не собираемся вроде. Так. Сейчас, 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 сейчас. А, привет, Гарик, я живу, Латвия. Себя, жесть, крутая песня. Пишет Бумис 45. Ба, мы же скоро в Ригу летим, через пару недель на концерте. Будем ждать тебя, Бумис 45. Так, 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 так. Сейчас, подождите, я долистаю быстренько. Привет из Сент-Рупе. Ох ты ж, ничего себе. Это Сент-Рупе, ты имеешь в виду ресторан в Ростове, Сент-Рупе? Или Сент-Рупе прям? Так. Кто придумал текст песни о Жемчужине Везмории? Это такой прикольный трек, но трэш. Ну, я все тексты сам себе придумываю. Жемчужине Везмории, это единственный трек, где, короче, Твин Ви, он сказал, что он завершает карьеру. Он сказал, что у него есть мотив припева, вот, и рыба этого припева. Я, типа, чтобы эффектно было его завершение карьеры, я этот припев доделал. То есть, это единственный трек, где поучаствовал еще и Твин Ви. Там прямо написано в текстах, то, что все треки, типа, Гарри Топор написал текст, а этот Гарри Топор и Твин Ви. То есть, он поучаствовал, то он придумал там фразу, допустим, плачь водопадами на полной Везмории и морями. Так. Баттл, баттл, бровь. С темы все одни и те же. Сейчас, подождите, я листаю. Я не успеваю. Вы так много написали. Покажи сердечко. Покажи сердечко. Вот так вот. Только я могу. Ну, так и жопа рисуется тоже, кстати. Так. Что бы я сказал при встрече с Оксимироном? Это очень странно. Мы с Оксимироном знакомы с 2008 года, если я не ошибаюсь. Поэтому я, может, так не воспринимаю. Я еще знаю, когда, со временем, когда он жил там с каким-то у себя в Англии, там, с каким-то индусом, наркоторговцем или там с кем-то он жил. Так. Про Баттл, про Баттл, про Тулу, про Ригу. Арест-12 будет и клип. Да вот не знаю. Я бы хотел бы очень. Очень тяжело. Это вопрос задает Хлебодаровская, 996. Очень бы хотел. Тяжело снять фильм про ядерную бомбардировку. Типа, ну, ракетную. Тяжело. Я не знаю, как его просто снимать. У меня идей нет. Если у тебя есть идеи, то пиши мне в директ на клип Арест-12. Только здравые идеи. Не такие, что, ну вот, допустим, короче, давай снимем ракетную бомбардировку. Чтоб я это реально смог снять. Так. Можно у тебя в эфире покатрить тёлок. Спасибо, топор, пишет мне IC3PIC. Да, пожалуйста, пользуйтесь. Пожалуйста. Куда ты смотришь всё время? Тут хоккей параллельно идёт. ССК Акбарс. Тут я, это, как Зенита. Вы мне скажите, какой счёт, нет? Скажете? Так, 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 так. Давайте, всё, пора заканчивать. Мне уже интересно, как там. Потому что первый тайм по-де-закончился. О, вот, всё. Do you speak English? Это всё, это конец. Это конец. А-а-а, 0-0 пока, да, пишут? Окей, спасибо, спасибо. 1-0 Зенит пишут? Очень странно. Кто-то пишет 0-0, кто-то пишет 1-0. Кому верить из вас? Кто-то у меня, как говорит Тобик Анубин, наебалый, ёптэх. Ещё 1-0. Если 1-0, то кто забил? Пора заканчивать. Так, как у тебя не опускаются руки снова и снова приезжать в города, у которых тебя мало фанатов? Ну, какая разница? Они же, ну, типа, это наши люди всё. Мы же приезжаем туда, если люди есть. У нас же нишевая музыка, правильно? То есть это, я знаю, что мы не будем собирать ледовые арены там и так далее. То есть, ну, если, как говорил Тони Раут в песне, на концерте 200 человек, так это наши 200 человек. Это нормально. Большинство артистов, вот какие-нибудь условные там, да, фрешмены, типа, которые ездят, они собирают по 30 человек, а всем говорят, что вот, там и серии мы турим и так далее. Ребята, ну вы напишите мне, кто забил гол, ну вы заебались, серьёзно. Я не могу сейчас посмотреть, если я сверну, эфир прекратится. Кто, кто забил гол за Зиньку-то? А вот тут пишут, если не приезжать, вообще не будет фанатов. Но это не так, на самом деле, здесь нет никакой связи. Нет никакой связи. То есть, мы ездим и получаем удовольствие от этого коннекта. Блядь, пишет, Зенит забил фамилию, кто голевую передачу сделал, кто забил. А-а-а, что вы делаете со мной, Дрюси? О, нормально, кстати. Спасибо большое, бро. Сейчас, кто это, кто это, кто это? Борисов Сергей, 71, спасибо. Дрюси, нормально. У него сейчас с голами не особо. Я, кстати, пойду на Зенит Динамо. Если кто-то из вас идёт на Зенит Динамо, то это... Погнали, там перед мячиком мы увидимся. Ага, да, конечно, Халка, ага. Блядь, там пишут 1-1. Ладно, ребят, вы, конечно, без обид. Я буду потихоньку собираться и смотреть онлайн-трансляцию, потому что чувствую я, что там какая-то жаришка идёт. Давайте это. Кто не подписан, подписывайтесь. У меня будет очень много скоро всего интересного. На самом деле, не будет. Это я наебал вас. И вот. И увидимся с вами в Космо-Туре. И с вами был Гарри Топор. Пау-пау. Всё, всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok